Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе, главе КТЦ, когда выйдешь на войну. В этой главе Мой Широбейну приводит огромное количество заповедей, по-моему, 74, если не ошибаюсь. Но, нет, наш формат не подходит для того, чтобы говорить о всех заповедях. Я выбрал поговорить об одной заповеди, очень странной заповеди. Заповедь о том, что нужно разводиться, или, точнее, как правильно разводиться. В принципе, достаточно много законов, связанных с бракоразводным процессом, приводится в нашей главе. Но, дамы и господа, получается, если у нас есть заповеди о разводе, то есть муж должен дать ГЕТ разводной контракт своей жене, то как же, если мы не разводимся, мы что, не выполняем эту заповедь? Как же все 613 заповедей, которые каждый человек должен выполнить и так далее? Нет, конечно, не нужно сейчас всем бежать и разводиться. У нас есть достаточно таких заповедей, которые просто приводятся, но не обязательно их выполнять. Но есть такая заповедь, которая, например, вообще никогда не выполнялась, как заповедь о непослужном сыне, которая, кстати, приводится тоже в нашей главе. А надо нам просто, чтобы мы ее изучали. Но сегодня, посмотрите вокруг, какое количество разводов, сколько семей распадается раньше, позже, в первый год своей семейной жизни, позже, через 30 лет. Я постоянно с этим сталкиваюсь, так что сегодня эта заповедь выполняется сплошь и рядом. Говорит Вавилонский Талмуд в разделе Гетин о том, что когда муж с женой разводятся, то сам жертвенник проливает слезы. Почему такое сравнение? Причем здесь жертвенник, место служения в храме, богослужения и подношения жертв с семейными отношениями? Конечно, в взаимоотношениях между мужчиной и женщиной есть много аллегорий, которые приводятся во многих наших книгах, которые символизируют отношения между еврейским народом и Всевышним. Точно так же и здесь. Говорит Сефер Абахир о том, что слово «корбан» — жертва, подношение — происходит от слова «керва» — сближение, близость. Эта близость — это та страсть, с которой начинаются отношения. Но то для того, чтобы действительно это были отношения, а не просто выполнение каких-то физиологических функций и удовлетворение своих сексуальных потребностей, это должен быть «корбан». «Корбан» — не просто близость, а «корбан» — именно жертва, приношение. Только тогда, когда партнеры приносят себя в жертву своему возлюбленному, когда приносят в жертву свое пространство, себя, для того, чтобы было хорошо твоему партнеру, вот тогда это настоящие любовные отношения. В противном случае, когда пропадает эта страсть, это и приводит к разводам. Говорит Маоралис Праги о том, что нету большей страсти, чем страсть между молодыми возлюбленными. И поэтому, когда эта страсть пропадает, жертвенник начинает плакать, потому что эта страсть — это и есть тот наш внутренний мир, который направлен на служение Всевышнему. Это страсть — это и есть отношение еврейского народа с Богом, как говорил еще пророк Ирмияу, что Всевышний хочет от нас этой страсти и романтики. Помнишь ли ты те юные годы, когда ты шла за мной по пустыне, которая ничего не растет? Он хочет этой молодой страсти. Когда она пропадает, пропадает и близость, и тогда жертвенник начинает плакать, потому что жертвенник — это и есть то место, где происходит это самоотречение, самоподношение для того, чтобы сохранять эту страсть, сохранять этот огонь, который никогда не должен гаснуть на жертвеннике. Что же делать? Как же избежать развода? Как сохранить эту страсть? Я не знаю точного ответа. Но не так давно слышал одну очень мудрую женщину, Рэббет Сенхен, которую спросили, почему в нашем поколении, в наше время такое количество разводов. Она улыбнулась и сказала, когда мы... Это женщина пожилая, которая, к сожалению, уже не находится вместе с нами, но она говорит, когда мы женились, тогда каждый электронный прибор был очень дорог. Если ты покупал утюг, и он у тебя ломался, ты шел и сдавал его в починку, сегодня мы не чиним утюги или чайники, мы покупаем новые. То же самое происходит с нашими отношениями, или как сказал Робин Ахман из Бреслова, если ты веришь в то, что можно испортить, верь в то, что можно исправить. Дамы и господа, сохраняйте эту страсть только за счет самоподношения своему партнеру. И тогда не будут плакать камни. Успехов, до встречи, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова